Актриса Мария Шукшина неоднократно высказывала собственное мнение по поводу вакцинации. Ее считают одной из самых последовательных противников принудительных прививок, QR-кодов и ковид-паспортов. Далеко не все россияне разделяют точку зрения актрисы. И, как выяснилось на днях, с ней не согласна даже родная сестра Ольга. Сестра звезды напомнила, что у Марии нет специального образования, поэтому у нее нет права высказываться по медицинским вопросам. Мнение людей будет такое, Мария, разберитесь сначала в своей семье. Я и сама об этом говорила. Но просто там все как об стенку горох. Маша стена каменная, в моем случае я уже и биться перестала, зачем мне это? А люди не хотят слушать ее мнение по важным темам, касающимся медицины, политики. Она не профессор, она даже не специалист, у нее не было никакого образования. Маша даже не актриса, у нее диплом переводчика, заявила Ольга в интервью для сайта Day. Ру. Напомним, что своими соображениями, направленными против вакцинации, Мария Шукшина делилась на различных площадках. Но недавно YouTube заблокировал канал актрисы, ограничил доступ к сомнительным публикациям и Instagram. Мария считает эти действия ограничением свободы слова. А Ольга уверена, что ее сестре следует первым делом навести порядок в семье, которую давно сотрясают распри и раздоры. Марию любят как актрису, и если бы она осталась актрисой, то ее бы продолжали любить. А раз она стала общественным деятелем, то люди хотят, чтобы как человек она была честной. Человек, а не актриса. И тут же они сталкиваются с проблемами ее семьи, которыми она не занимается и не решает, резюмировала Ольга. Ранее оппозиции Марии Шукшиной высказался телеведущий Дмитрий Киселев. В своей программе «Вести недели» на канале «Россия-1» он призвал россиян не прислушиваться к аргументам противников вакцинации. Он подчеркнул, что многие звезды, не разбираясь в ситуации, делают на протесте общественное имя. Среди тех знаменитостей, кто ничего не понимает, но продолжает сбивать людей с толку, телеведущий назвал Никиту Джабурду, Наталью Ветлицкую, Егора Бероева, Марию Кожевникову, Анастасию Волочкову и Марию Шукшину. Киселев порекомендовал согражданам прислушиваться к мнению авторитетных врачей, которые несут ответственность за свои слова. Субтитры создавал DimaTorzok